Привет! Самое интересное, что сейчас я буду больше делиться нашими наработанными кейсами, которые были реализованы в рамках компании IconGroove, в частности, IconText. И к большинству кейсов были причастны коллеги из Яндекса. То есть это прямо чудо-совпадение. И сейчас, наверное, не будет разрыва шаблона стереотипа, что лучше со стороны привлекать или растить внутри. Я как раз и буду об этом рассказывать. Если кто не знает, наша группа компаний стоит из семи агентств. Мы заточены под перформанс-маркетинг. В штате это порядка 300 человек. Мы в среднем прирастаем где-то на 10-15% ежегодно. В связи с этим у нас часто возникает будущая потребность в кадровых ресурсах, в том числе в руководящем составе. И мы в свое время начали постепенно задумываться, столкнулись с этой проблемой, что выращивать своих людей не всегда мы успеваем, есть определенные риски. А когда привлекать со стороны, это все равно долгий процесс адаптации. Не каждый руководитель может влиться в нашу экосистему, в нашу корпоративную культуру, потому что все компании довольно-таки разные и сами по себе очень сильно расходятся. И перед тем, как подойти к этой истории, мы решили заглянуть, а можем ли мы это предвидеть? То есть могли бы мы анализировать будущую потребность, чтобы узнать, что через три месяца у нас появится история того, что нам надо вывести руководителя в такой-то отдел и какими компетенциями он должен обладать. Мы начали оценивать в принципе рынок, мы начали понимать и взвешивать, какие риски мы могли бы нести и вообще, как эти потенциальные потребности выявлять. Все было довольно-таки просто реализовано. Мы проводили опросы внутри компании, внутри текущих сотрудников, плюс постоянные индивидуальные беседы меня с руководителями и непосредственно генерального директора. После этого мы начали потихонечку видеть некую статистику, где каждый руководитель со временем начинает перегорать, либо ему нужны новые задачи, либо он хочет взять новые какие-то обязанности, либо он понимает, что текущий клиент не совсем ему подходит и он хочет менять там сферу. После этого мы начали смотреть, что вообще на рынке происходит, почему руководители могут менять работу или почему могут появляться потребности именно в кадровом рынке с точки зрения руководства. То есть когда какие-то реструктуризации, когда какие-то изменения внутри компании, либо когда сам руководитель уходит. И посмотрели практики рынка, кто хвастается и у кого есть успешный кейс, именно привлечение развития кадров внутри. Оценив все это, мы поняли, что наша история, наверное, будет иметь место, если мы оценим все плюсы и минусы привлечения человека со стороны. Понятное дело, для нас самое главное, что стало, если мы берем руководителя со стороны, он нереальным крутым опытом будет приходить к нам и делиться, и возможно даже двигать нашу команду вперед. Но при этом мы сразу оценивали, что тоже посвящавшись коллегами рынка, что новые руководители бывает слишком перегибают свою историю, то есть они начинают доминировать. С одной стороны, это хорошая история, потому что они могут действительно привнести что-то новое, что плохо работало, они от этого откажутся и начнут развивать направление. Но есть команда сформированная, и хорошо, если эта команда где-то не справлялась и мы ее готовы заменить, но в большинстве случаев внутренняя экосистема уже собрана, и терять команду при текущих проектах, при текущих задачах нам не совсем подходит, и для нас это гораздо больше риски, которые мы могли бы понести. Оценив это, мы поняли, что наша история все-таки больше склонится к тому, что мы готовы развивать кадры внутри, анализируя, предвидя будущую потребность. И сейчас больше как раз поделюсь нашими кейсами, которые мы реализовали. Понятное дело, были успешные истории, неуспешные истории, но тем не менее есть что интересного повидать. Первый кейс был реализован, если не ошибаюсь, порядка четырех лет назад. Это не значит, что он старый, он до сих пор актуален, сейчас поймете почему. К нам пришла в компанию замечательный клиентский директор Алла Морлыкина, она как раз работала ранее в Яндексе, и у нее было в подчинении порядка 40 человек отдела по работе с контекстной рекламой. Отдел представлял на тот момент три больших группы, в рамках компании мы называем это вертикали, и перед ней стояла задача расширить отдел, потому что привлекались новые клиенты, появлялись новые задачи и будущие тендеры. Причем у нее стояла задача расширить клиентский департамент до пяти вертикалей. При этом срок был порядка трех месяцев. Для Аллы это не то что вызов, это почти там нерешимая задача, но она нашла просто гениальное решение на тот момент, потому что оно было реализовано практически на сто процентов, мы не потеряли кадры, что мы сделали. Алла сказала, что я готова провести некий конкурс, на основе которого мы сделаем некую ротацию внутри нашего отдела, мы выдернем ключевых групп-хедов из разных групп, тем самым проведем для них конкурс, повысив их до позиции аккаунт-директора, у них будет своя уже мини-сформированная группа, появятся у нас две независимые еще одни дополнительные вертикали, при этом с точки зрения кадровых ресурсов нам нужно будет восполнить и найти только несколько специалистов и групп-хедов. На тот момент это были самые минимальные риски, которые компания могла понести, потому что искать аккаунт-директоров со стороны, даже сейчас я вам поделюсь опытом, когда появляются потребности у нас, в том числе у коллег с рынка, и говорят, мне нужно найти снова руководителя, то эта история на полтора-два месяца, если вам повезет. А самое худшее, если он выйдет и через 3-4 месяца он потом поймет, что это не совсем его история, либо вы где-то по каким-то интересам не сошлись. Поэтому риски были бешеные. Что из себя представлял конкурс? Все желающие, кто находились на позиции групп-хеда в должности в этой полгода и выше, могли претендовать спокойно на позицию аккаунта-директора, и они высылали свою анкету-резюме, после этого всем назначалось интервью, в ходе которого задавалось 2-3 кейса про клиентский менеджмент, про удержание команды, мотивацию, развитие и принципы делегирования. В ходе этого кейса мы оценивали 10 ключевых метрик, которые как раз направлены на развитие управленческих навыков. Каждая метрика имела свою оценку от 1 до 4, и ставились своего рода баллы. В конце подсчитывалось суммарное число баллов, и у каждого кандидата была своя итоговая оценка. Это интервью занимало всех кандидатов порядка месяца. Через месяц получили сводную по всем желающим, кто хотел принять участие в конкурсе. Выявили среднюю, увидели, что у нас есть 3-4 человека, кто набрал наибольшее количество баллов. Мы понимали, что на тот момент у нас только 2 вакантных места. Последнее слово оставалось за Аллой и непосредственно генеральным директором, потому что они также участвовали в интервью, они видели, как проходила оценка. Они давали свою независимую экспертизу и сказали, у кого действительно есть сейчас возможность развития потенциала и кого действительно нужно сейчас назначить на эту позицию. После чего мы как раз произвели эти изменения. Что мы на выходе получили? Мы не потеряли никого из текущей команды клиентского отдела. Более того, собрав отзывы, мы услышали от ребят, что они более воодушевлены и увидели прозрачную систему роста, и для них это стало сильным мотиватором оставаться внутри компании и добиваться еще больших результатов. Те ребята, которые претендовали на позиции, но, к сожалению, не получили такую должность, им далась прозрачная обратная связь, они до сих пор работают. И самое интересное, что сейчас часть из них также стали аккаунт-директорами, и это будет в другом немного кейсе. То есть риски были минимальные, точнее риски были, но потери были на самом деле минимальными, потому что на тот момент только один человек этого уровня специалиста ушел. Другая история, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть риски демотивации внутри команды. Расскажу на примере наших двух отделов. Есть отдел медиапланирования баинга. Я в свое время оттуда планировал ходить руководителем. Мы, естественно, за 3-4 месяца об этом знали. И начали смотреть текущую экосистему внутри команды и поняли, что если мы будем привлекать сейчас человека со стороны, хотя были кандидаты, нам рекомендовали, и у нас уже был сформированный внешний кадр и резерв, у нас были колоссальные риски того, что сейчас вот эта команда, которая сейчас есть, хорошо, если уйдет один-два человека, и были риски, что уйдет там вся команда, потому что они были очень сильно между собой сплочены, и они очень были сильно вовлечены и хорошо общались с текущим руководителем. Поэтому мы понимали, что если мы сейчас привлечем внешнего человека, то будут риски потери, хорошо, если просто замена команды, а в плачевном случае это потери клиентов и бюджетов. Что мы сделали? У нас сразу было на примете два внутренних групп хеда с очень сильной экспертизой, но на тот момент мы поняли, что экспертиза хорошо, но нам важно больше лидерские качества, тот человек, который сможет все-таки повести за собой команду. И мы назначили нашего в будущем медиабайинг-директора, который до сих пор справляется со своим функционалом, и текущая команда осталась, никто не ушел. Прошло уже сколько? Порядка двух лет. Мы команду дальше продолжаем усилять и постоянно проводим внутреннюю оценку, собираем фидбэк от текущих ребят, и они полностью довольны. Другая история, когда мы столкнулись с тем, что нам нужно искать руководителя social media департамента. Там немного другие были риски. Мы понимали, что при уходе руководителем мы, возможно, потеряем одного-двух групп хедов, потому что у них есть амбиции стать будущим руководителем, но при этом каждый из них не сильно дотягивал. Мы сначала решили пойти другим путем, посмотреть, что есть на рынке, и, возможно, есть очень сильный эксперт, который сможет удержать, сплотить команду и дальше ее развить. Мы общались с очень хорошими профи. До сих пор поддерживаем отношения, понимаем, что на рынке действительно много крутых экспертов-спецов, даже почти начали договариваться о том, чтобы сделать предложение о работе. Но в какой-то момент и со стороны рынка, и с нашей стороны мы поняли, что все же есть те будущие риски, о которых мы ранее говорили, что если человек придет, то будущая команда будет сильно демотивирована. Поэтому мы, посвящавшись коллегиально с генеральным директором и с руководством компании, приняли решение, что нужно все-таки пойти навстречу одному из групп-хедов и поднять его в должности. После чего мы начали активную работу с ним по его развитию управленческих навыков, потому что все-таки одно дело управлять одним двум человеком, другое, когда у тебя 20 людей, и все очень разные по менталитету, и у всех очень разные истории с мотивацией. Что мы на выходе получили? Текущий руководитель изменил структуру отдела, он создал 4 независимых группы, он развил 4 будущих руководителей групп, и у них появился потенциал роста и будущий план развития. Если отдел будет дальше расширяться, кто-то из них становится замом. Мы повысили экспертизу по инструментарию за счет как раз нашего будущего руководителя, и об этом дают там фидбэк нашей площадке. Мы расширили отдел благодаря как раз текущему руководителю, и никто не уволился. То есть для нас риск удержания команды всегда на первом месте, если это только совсем слабые звенья, но мы такое естественно стараемся на старте определять. Другая история про то, что надо все-таки поставить на какую-то системную основу, потому что точно развивать там группы ходов руководителей хорошо, но в идеале, чтобы мы понимали поэтапно все наши действия, и что нужно сделать, чтобы привести к конечному этапу. Что мы сделали? Это как раз третий кейс про историю того, что помогли коллеги из Яндекса, Катя Игнатова, за что ей просто громадное спасибо. Мы поняли, что хорошо бы сделать индивидуальный план развития сотрудников и поставить на рельсы. Многие компании используют, у многих есть разработанный вот этот EPR. Я также анализировав рынок, понял, что хорошо бы его немного унифицировать и добавить что-то, что могло развивать людей не только по определенным компетенциям, ну и выявлять какие-то истории их хардскилов, софтскилов, оценивать сдачу тех или иных сертификатов, оценивать 360 и так далее, и так далее. В общем, у меня идей было масса. Я не знал, как это все между собой объединить. И как раз Катя мне помогла все это структурировать и привести в некую универсальную форму. Что мы взяли за основу? Мы взяли за основу давно разработанной EPR, которая сейчас присутствует в Яндексе. То есть он немного изменен. Только мы с своей стороны MSCAT его модифицировали. Мы добавили 5 ключевых метрик, которые практически универсальны для каждого департамента. Если в случае мы берем, что это финансовый отдел, то, понятное дело, мы историю удовлетворенности клиентов не берем. Но в большинстве случаев все департаменты могут применять эти метрики. При этом есть всегда 3 ключевых метрики, которые всегда индивидуально разрабатывают непосредственно директор и руководитель специалиста, который ставит ему планы на будущий год. Как правило, эта оценка проходит у нас раз в полгода. Происходит ревью, на основе которой уже принимается решение. Что же такого уникального мы там решили сделать? Мы как раз с Катей подумали, что круто бы добавить туда историю развития сдачи сертификатов и аттестаций. Есть внешне много историй с аттестацией, от Яндекса, от Гугла, от Майлай и так далее. Но есть также наши внутренние разработанные истории, связанные с обучением. Мы на регулярной основе раз в полгода проводим обучение по Excel, по морфографии и так далее. Даже по нашей внутренней системе настройки контекста, по фидам, по разработке систем автоматизации. И после каждого обучения мы проводим некую аттестацию внутри команды, где сотрудники сдают, у них есть бальная система оценок. И для нас это некая история, которую мы впоследствии начинаем анализировать. И у нас есть некий срез по больнице. Мы понимаем, какое среднее значение, какое минимальное и максимальное. И все это сюда заносится. Что же здесь мы сделали? Мы сделали некую систему грейдинга, разработали пять уровней должностей. На каждом уровне есть минимальное значение тех сертификатов и знаний аттестации, которые он должен пройти. Если мы в предыдущем вернемся, то, например, даже при выполнении всех метрик, но не выполнение ключевой метрики про грейдинг, таблицы грейдов, сотрудник не может претендовать на следующую должность. Потому что в этой истории как раз заложено то минимальное значение, та наша профессиональная норма, ниже которой мы не можем спуститься. Он может быть суперкрутым экспертом в области автоматизации медийки, но если он не знает элементарных азов наших внутренней экспертизы по контексту, если это требует позиция, то мы не рассматриваем. И вот как раз тем самым мы разработали эту историю, плюс оценка 360, что мы на выходе получили, к чему это все ведем. Есть также большой отдел по работе с контекстной рекламой, которая ранее Алла Мурлыкина расширила до пяти вертикалей. У нас произошла реструктуризация. Один из аккаунтов директоров, который курировал самый большой вертикаль в нашей команде, порядка 20 человек, решил переквалифицироваться, перейти в другой департамент, больше ориентированно на коммуникацию с клиентами. То есть уход от ведения контекстной рекламы. Мы столкнулись с следующей историей, что нам нужно быстро найти очень сильного директора департамента, который смог бы возглавить этих 20 человек. Оценив все эти риски, мы поняли, что 20 человек с точки зрения управления хорошо, но, возможно, стоит ее разделить на две группы. Что мы сделали? Мы из одной вертикали сделали две группы. У нас на основе вот этих EPR уже были потенциальные кандидаты, которые претентовали на должность аккаунта директора. Мы подбили результаты и сразу выявили тех людей, которые стали руководящими звеньями и сейчас полностью курируют этот процесс. Это с точки зрения кейсов для нас на самом деле только был первый шаг с точки зрения того, как работать с руководящим составом, потому что дальше начинается самая веселая история, когда появляются еженедельные встречи с HR, с руководителем агентства, с финансовым директором, когда мы новым управленцем начинаем давать некие чек-листы тех действий, которые необходимо делать. Потому что у нового руководителя две главные метрики, которые мы начинаем оценивать, это команда, все, что связано с удержанием, развитием мотивации и, естественно, его личного развития в управленческих навыках. И вот с точки зрения команды это полное взаимодействие идет со мной, то есть я постоянно получаю фидбэк от команды, от руководителя, говорю свои рекомендации того, как нужно влиять на того или иного сотрудника, как выявлять его мотивацию, как его направить. С точки зрения каких-либо управленческих навыков тут идет совместная работа уже генерального меня и руководителя будущего, где после каждой встречи мы прописываем необходимый перечень действий, что он необходимо подправить и каждый раз получаем фидбэк непосредственно руководителя, возможно, он что-то от себя хочет добавить. Это с точки зрения чек-листов. Также мы пропагандируем историю для наших будущих руководителей, чтобы они потом своим примером делились и внутри проводили обмен опытом. Это очень хорошая история. Ранее рассказывали про амбассадору бренда, когда сотрудники видят, что сотрудник, бывший коллега, который полгода назад был обычным специалистом, сейчас передо мной вещает, а он уже там руководитель. Для меня это прямая прозрачная история того, что я могу быть на его же месте. Потому что у нас внутри компании есть история не только вертикального роста, но и перехода из отдела в отдел, в том числе мы даже под сотрудника бывает задаем новые отделы, для нас это абсолютно нормально. Но также есть история внешних обучений. Тут я скажу, что у нас тоже довольно таки системная история. Мы в конце года собираем пожелания от всех руководителей отделов того, какие они тренинги хотят посетить. После этого мы это немного фильтруем совместно с генеральным директором, выявляем те качества и те компетенции, которые действительно нужно развить, утверждаем бюджет и на выходе получаем вот такую историю. Что это из себя представляет? Это некий план обучения, который формируется на год, в ходе которого каждый из сотрудников, в том числе и руководитель, знает, когда у него будет проходить обучение и он на них записывается. И если даже в середине года руководитель приходит и он понимает, что он на часть тренингов не попал, ничего страшного, потому что со многими тренерами мы договариваемся, чтобы потом они нам в середине, в конце года провели какие-то индивидуальные сессии, встречи как раз с будущими руководителями. И за счет вот такой системной основы и предыдущих чек-листов у будущих руководителей всегда есть поэтапный план действий, вхождение в новую должность, развитие тех скиллов, которые у них сейчас не развиты. Понятное дело, что мы к этому пришли не сразу, мы набивали самые большие шишки, для нас были, когда были управленческие и важные задачи заточены на одном специалисте, что унесло просто колоссальные риски, мы только столкнувся с этим поняли, что так делать нельзя. Поэтому мы быстро от этого отказались, ну и пришли к истории, что научились прогнозировать будущую кадровую историю, знаем, когда через 3-4 месяца появится история появления потребностей в новом руководящем составе, либо новый отдел, под которым мы будем искать руководителя. Вот у меня все, если есть вопросы, пожалуйста. несколько раз на рынке сталкивались с такими кейсами в агентствах, когда на смену руководителю, который вырос внутри компании, нанимали внешнего руководителя, и через какое-то время, ну, может быть, там полгода очень сильно менялась команда. То есть люди, которые работали давно, они ушли либо по собственному желанию, либо нет, но их заменили другие. Вот как вы думаете вообще ваша позиция относительно такого подхода это делается, ну, вот, внешний руководитель специально для того, чтобы освежить команду, или это совпадение, или вообще что это такое заявление? Ну, как показывает опыт, на самом деле это абсолютно нормальная практика при появлении нового руководителя, отчасти смена команды, потому что если компания сознательно приходит к тому, что нужно привлечь руководителей со стороны, то у них уже есть как минимум предпосылки того, что с текущей командой они никого не могут развить, надо очень сильно повысить экспертизу. Мы в рамках high-контекста таким не сталкивались с тем, что мы на старте старались это прогнозировать. В предыдущей компании, да, у меня был такой опыт, когда приходил руководитель, со временем в течение года менялась вся команда, она либо уходила, либо она в другие департаменты перемещалась, потому что у нового руководителя были совершенно там новые радикальные взгляды, ну, плюс, на самом деле главное это психотип, потому что психотип, если мне руководители, к сожалению, нигде не симпатизируют, он будет суперкрутым профи, мне будет сложно с ним коммуницировать. Увы, мы так построены. Спасибо. И вопрос у нас здесь был у Евгения. Вопрос такой, какая доля расходов на обучение заложена в ваш общий бюджет расходов? Сколько из них составляет расходы на обучение сотрудников в компании? Можно уточнить? То есть доля расходов на обучение в абсолюте на весь HR бюджет? Ну, вообще, доля, если мы берем весь расход компании, который существует там, весь который может быть, сколько из них у вас заложено на обучение? Ну, в таких цифрах мы не мерили, я просто знаю примерные цифры расхода, поэтому в процентном соотношении обучение составляет где-то порядка семи десяти процентов. Семи тире десяти. Спасибо. Добавлю опыта, потому что большая часть обучения, которое у нас сейчас есть, мы закрываем внутренними ресурсами, в том числе какие-то навыки эффективных продаж, коммуникации, команда образования, потому что у нас сильные очень руководители, которые там даже порядка пяти-семи-десяти лет на рынке, и они как раз делятся этим опытом. И мы сравнивали с внешними тренерами, приглашали, и эффективность от внутренних обучений порой была выше. Поэтому мы большую часть стараемся внутренними ресурсами закрывать. Спасибо. Есть ли еще вопросы в зале? Хорошо. Есть вопросы у меня. Как вы считаете, есть ли какая-то критическая точка, когда менеджер, ну или там старший менеджер должен вырасти в руководителя или нет? Наверное, нет. Объясню почему. Потому что есть сотрудники, которые успешно справляются в своей должности, им хорошо горизонтально развитие, просто повышая экспертизу. А если мы целенаправленно рассматриваем, что сотрудник должен расти, то в среднем рост подразумевает от полгода до года рост в ступенях должности. А если у нас есть цель вырастить конкретного сотрудника, например, до позиции руководителя, и вы усиленно начинаете с ним работать, сколько времени проходит до того, как, по вашему мнению экспертному, он становится профессиональным руководителем. То есть не с момента назначения его, да? Потому что, скорее всего, в этот момент он еще не будет профессиональным руководителем. Да, там начинается основная работа. Начинается работа. И вот сколько этот этап длится? С момента вступления в должность порядка от 3 до 6 месяцев. Потому что мы подготавливаем его до вступления в должность. У нас формируется внутренний кадровый резерв, и мы подготавливаем замов. А сколько по времени вот эта подготовка идет? Где-то от 4 до 5 месяцев. Ну, то есть в сумме где-то год на то, чтобы... До года. Хорошо, спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Есть, да. Привет, спасибо большое за доклад. Скажи, пожалуйста, возможно, ты упоминал об этом. Есть ли какое-то вот самое главное качество, которое вы в Icon Group считаете, что им должен обладать руководитель, который у вас работает? Вот что-то самое, как сказать, что отличает руководителя вот от всех остальных, вот самое важное для вас? Человечность. Почему так? Эмоциональный интеллект? Да, почему так? Потому что вся команда, которая собрана, у нас как бы минимальная текучка, и мы этим дрожим. То есть мы не хотим... Мы не отталкиваемся от этой истории, чтобы потерять ценные кадры, а больше про то, что мы сформировали внутреннюю экосистему команды профессионалов и при этом друзей, которые делятся опытом. И у текучих руководителей мы на старте еще стараемся закладывать вот этот фундамент, чтобы они вот эту любовь несли и оценивали психотипы, чтобы они между собой могли, как я называю, пожениться. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее.